В раннем возрасте дети начинают исследовать окружающий мир. И в первую очередь они это делают с помощью наблюдения. Когда маленькие дети наблюдают за действиями других людей, они имитируют их и таким образом обучаются. В одном психологическом эксперименте маленьким детям давали смотреть, как взрослые словесные физически издеваются над куклой. Позже, когда взрослых не было, дети, которые видели агрессивное поведение взрослых, начинали поступать с куклами точно так же. Этот эксперимент, несмотря на свою жестокость, еще раз доказывает нам, что наблюдение способствует обучению. Но что случится, если нам с самого начала нашей жизни не за кем будет наблюдать и не у кого учиться? Одним из самых главных наших навыков, которому мы учимся через наблюдение и подражание, является умение говорить. И представьте, что нас этому бы никто не научил. Конечно, такой эксперимент никто ставить не будет, ведь это крайне жестоко проводить такие исследования на людях. Но как вы можете знать, иногда ученым предоставляется возможность изучать диких детей, которые были воспитаны практически без контакта с людьми. И самым известным таким ребенком является Джин Уайли. Первые 13 лет своей жизни она провела в одиночестве, в маленькой спальне родительского дома. За это в 1970 году ее родители были обвинены в жестоком обращении с детьми и с Джинни начали работать психологи с лингвистами, пытаясь реабилитировать ее для жизни в реальном мире. В конце концов, ученым удалось научить ее говорить. Благодаря этому случаю ученые получили бесценный опыт и попробовали ответить на вопрос, если человек лишен языка в течение всего детства, может ли он когда-нибудь научиться говорить так, чтобы иметь возможность свободно общаться? Сначала ответ был «да, это возможно». Джинни быстро изучала новые слова, обозначающие окружающие ее предметы и даже пыталась говорить фразы по два-три слова, похожие на фразы малышей. Однако после этого развитие ее способности говорить остановилось. Оказалось, что она не воспринимает грамматику языка, а это то, что отделяет человеческое общение от общения животных. И произошло это из-за того, что у Джинни закончился критический период, когда нервная система особенно чувствительна к обучению языку, и после этого выучить его практически невозможно. То же самое относится и к языку жестов, которому крайне сложно научиться, когда время для этого ушло. Но почему вообще возникает такой критический период? Согласно Эрику Ленненбергу, лингвисту, который популяризировал гипотезу о критическом периоде, за наш язык после критического периода отвечает левое полушарие головного мозга. И считается, что как только происходит такая специализация нашего мозга, то он теряет часть своей гибкости. И получается, что если вы не изучили язык до этого момента, то вашему мозгу становится намного сложнее изучать новый материал. И к сожалению, из-за этого свойства мозга для Джинни была упущена возможность изучить язык. Однако, несмотря на то, что Джинни никогда бы не смогла хорошо говорить, она была в состоянии быстро учиться другим вещам, таким как самостоятельно одеваться и соблюдать гигиену. Конечно, это не настолько сложные навыки, но они дают надежду, что если человека никогда ничему не учили, то он все-таки сможет чему-то научиться. Вообще получается, что для каждого обучения есть свой период времени, а если мы халявно относимся к обучению в школе, университете или во время работы, то мы попросту упускаем наше лучшее время, ведь потом учиться будет намного сложнее или даже практически невозможно. Друзья, есть ли у вас мечта научиться чему-нибудь новому? Напишите в комментариях. А если вам понравилось это видео, то не забудьте нажать на колокольчик рядом с кнопкой подписаться, так вы не пропустите новые видео на канале Хорошо быть умным. Субтитры сделал DimaTorzok